Мышцы и сухожилия Мышцы заставляют работать не только кости скелета, но и внутренние органы Под воздействием мышц сокращаются пищеварительный тракт, кровеносные сосуды, мочевой пузырь и, конечно, сердце Сокращаясь, мышца выполняет работу и заставляет двигаться кости и сустава Неработающая мышца расслаблена Чтобы увидеть это, возьми небольшую гантель Согни руку в локте и потяни запястье на себя Чувствуешь, как напрягается мышца у плеча? Она называется бицепс Сравни мышцу в рабочем и расслабленном состоянии Расслабленная мышца будет казаться меньше примерно в два раза Происходит это потому, что сокращенная мышца укорачивается и одновременно расширяется в средней своей части Обхвати правой рукой левую руку в области локтя Ты почувствуешь твердую полоску Это не кость, а сухожилие Конечная часть мышцы, которая крепится к кости Теперь попробуй согнуть и разогнуть руку Чувствуешь, как напрягается и расслабляется сухожилие? Самое крупное в организме человека Сухожилие ахиллова легко прищупать на ноге над пяткой Сухожилия очень прочные и, в отличие от мышц, неэластичные Они почти не растягиваются и не сжимаются Встанет в цыпочки, ты почувствуешь, что икра плотная Ученые ее называют икроножной мышцей А вот ножная мышца спереди более рыхлой Теперь постой на пяточках Пощупай мышцу спереди возле коленки Она напряглась, значит теперь она вступила на работу А икра наоборот расслабилась В первом случае мышцы изгибателя была икра А мышцы и разгибателя – та, что находится впереди Во втором случае все получилось наоборот Мышцы поменялись ролями Не забудьте поставить лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео Всем пока!